Здравствуйте, это Управдать ТВ и передача «Слово и дело». Я Александра Раевская. Наша тема сегодня «Есть ли туристическая отрасль в Ульяновске?» И, может быть, если не так категорично, что может способствовать ее развитию. И мои гости сегодня председатель Ассоциации рестораторов Ульяновской области Марина Никитина, организатор туристических маршрутов по Ульяновской области Дмитрий Илюшин и известный, очень известный ульяновский блогер, фотограф-путешественник Алексей Мараховец. Сам удивился, да? Ведущий специалист по туризму Национального парка Сенгелеевские горы Анатолий Кузьмин. Начало лета – это у нас традиционное время открытия туристического сезона. И я сейчас говорю не только о гостях, которые приезжают. Есть еще такое понятие, как внутренний туризм. Есть ли у нас посмотреть что-то, кроме Ленина? Давайте посмотрим наш короткий опрос, и ульяновцы расскажут, что можно показать у нас туристам. Ульяновская область – это регион, богатый на достопримечательности и памятники природы. Мы спросили ульяновцев, что они знают про интересные места областного центра и других районов. Какими достопримечательностями Ульяновск вы гордитесь, если вообще есть такие? Ну, площадь Ленина, мемориал. Если люди духовной жизни интересуются, конечно, собор, где мощь Андрея Блаженного находится, и много других храмов таких, где духовно питаются. А если люди склоняются, мемориал, пожалуйста, на две разделились части все наше население. Практически у каждого ульяновца есть свое любимое место, где он не раз бывал. Вот ближе к нам, то, конечно, ну, вот Винская роща, всем советую там побывать. Ну, городские все парки у нас объявлены памятниками. Районные, близлежащие районы. Районные? Ну, вот для тех, кто любит искупаться в холодной воде, могу порекомендовать, что вот бездонные родни, когда ездишь на Афейтике, он, кстати, не объявлен памятник на природу, но такое замечательное место. В прошлом веке Ульяновск был центром туристического притяжения. Что мешает или что могло бы помочь внутреннему туризму развиваться, знают ульяновцы. Ну, так-то все есть. Вроде экскурсий побольше, я не знаю, ни одной не видела. Просто как-то вот, чтобы было рассказывали, о чем, где и что находится. Продвигать свои какие-то исторические ценности. Родина Ленина. Вот, пожалуйста, продвигайте. Потому что, допустим, если я приезжаю куда-то на отдых, у меня спрашивают, а вы откуда? Я говорю, я из Ульяновска. А это где? Это где-то под Москвой. Я говорю, ну, почти. Вы знаете, у нас, говорю, в Ульяновске родился Ленин. У нас очень хороший крупный завод авиационный, Авиастар. Там выпускаются самолеты. У нас делают УАЗы. Это родина Колобка, в конце концов. Ну, хорошо, что люди не ограничились мемориалом, но, если честно, список все равно очень и очень скудный. Вот я хочу спросить у Алексея, который побывал много где, как, наверное, и многие из нас. Но он блогер, он настолько интересно это описывает, решил спросить его. Алексей, вы много рассказываете в соцсетях о путешествиях, о путешествиях по России и за рубежом. Много интересного. Если сравнивать с популярными туристическими местами, как вы думаете, что у нас можно привлекательного найти, что вытащить, ну, кроме Ленина? Я вот слышала, Дмитрий прям смеялся на тему мемориала. Ну, знаете, вот я посмотрел сейчас сюжет, и я удивлен, почему никто не назвал прекрасный музей гражданской авиации. Ведь когда у меня очень много знакомых, блогеров, также они путешествуют по России, когда проезжают мему Ленск, я обычно их встречаю, либо они сами как-то спрашивают, что посмотреть. И, как правило, люди даже, подготавливаясь к поездкам, они, прежде всего, делают акцент именно на вот этот музей гражданской авиации, потому что это просто потрясающий музей, у них уникальный, и такого просто нигде больше нет. Вы, кстати, писали однажды, что он умирает. Я об этом писал, но он не столько умирает, он прекрасно в состоянии. У вас блог примерно так назывался. Это просто была подача материала, благодаря которой, кстати, этот материал попал в топовые здания, в том числе, его украло даже популярное издание Великобритании «Дель Мэйлс», если бы даже суть судилась с ними. Но материал разошелся по всему миру, его перевели на многие языки, и это просто говорит о том, что музей просто очень популярный. Что еще? Ну, вот пресловутый заповедник Сингилейских горы. Уже национальный парк, да, о котором мы поговорим. Марина, а что вы вчера японцам показывали? По факту, у них вчера, конечно, больше деловая программа была. У них еще два дня пребывания здесь, но, наверное, самое главное, что им показали, это «Волгу», по крайней мере, вот с моим участием, да. И определенный восторг есть. Алексей, я вас перебила. Вот японцам, что бы вы показали, кроме... Самолеты. Кроме... Все просто тащат от самолетов, от советской техники. Это просто потрясающий вообще технический музей. И японцы бы тоже ходили с открытым раствором просто. Хорошо, что еще мы включим в этот маршрут? Ну, «Волга» — это, само собой, живем в уникальном месте, это мы согласны, музей авиации. Вот если бы был музей УАЗиков и пускали на завод, это было просто прекрасно. Я не понимаю, почему у нас до сих пор нет таких открытых экскурсий. Я живу здесь больше 30 лет, и я ни разу не был на УАЗе, меня-то не пускают, я не знаю, по каким причинам. Я столько раз напрашивался на экскурсии. Музей там есть. Не пускают, он на территории предприятия. Возьмите мировые концерны, «Фольксваген», «Мерседес», везде есть публично открытые экскурсии, есть сайт, где можно записаться, купить билет и попасть на организованную экскурсию. Почему у нас такого нет? Почему люди приезжают на родину у УАЗика и не могут увидеть УАЗик, например? Это, я считаю, очень большое упущение. А так, конечно, да, то есть после музея гражданской авиации я людям советую приехать в центр, погулять по заповеднику Ленина, то есть это сохранившиеся старые домики, это историческая часть города. Это обязательно. Он сравнимо с другими достопримечательными в других местах. Это реально интересное место? Это реально интересно. Вот, например, в Финляндии, город Порва, где сохранена вот эта историческая застройка, деревянные именно финские домики, он очень популярный, люди-то приезжают и ходят туда целыми днями просто вот по этим старинным улочкам. А люди так живут в этих домах. То же самое. Я с вами соглашусь. Я вот очень люблю, например, свой город. И как ведущий я боюсь высказывать вот эту точку зрения. Мне интересно это от вас слышать. Что еще интересного? Ну, если брать меня, то город я абсолютно не считаю интересным для туристов. То есть он не интересен, прежде всего, не интересен своим Лениным. И прежде всего, не интересен... Дмитрий Провокатор. Ну, не интересен он не по архитектуре. Поверьте, я тоже поездил по стране, ну, по миру мало получилось, но по стране я посмотрел, вот это вот центр одинаковый, он везде. Вот в Томске, тот же улица Гончарова, там она по-другому забыл, как называется, она раз в пять длиннее, и вот одни и те же здания, ничего супер выдающегося нет. Да и личности Ленина у меня достаточно скептическое отношение. Если бы я смотрел на развитие туризма, то бы я смотрел на развитие туризма именно в сторону области. Вот область у нас действительно интересная. Почему она интересная? Во-первых... Ну, вы что имеете в виду? Ну, давайте... Усадьбы Языковых или что? Господи, вот эти вот созданные еще при Совке, так называемые достопримечательности, меня угнетают до смерти. Они созданы еще до революции, я извиняюсь. Да, неправда. Но никакого музея при Языково до революции не было. Успокойтесь. Музея не было? Была интересная усадьба? Это усадьба Степановых, которую отобрали после революции, точнее он сам подарил. Ладно, я не про это. Пусть это... Оставим этот музей, но, ребята, вы поймите, если брать усадьбы, у нас вот целая гирлянда усадьбы Корсунско-Индинского района. Возьмем тоже, начиная с Языково, потом Устюрень, потом Кезмино, потом Лава, четыре подряд усадьбы. Хорошо, природу. Что мы будем показывать туристам? Природу. Ну, давайте пока национальный парк на сладкое оставимся. Извините меня, сейчас народ ломится, как дикие, вот в Долине Пионов, например. Огромное количество людей посещает эти Долины Пионов. Один раз в год. Что значит один раз в год? Это целых три недели в среднем году. Три недели цветут пионы. Что значит один раз в год? У нас осень, короче. Дальше. Но дальше, но вот то же самое Юлова, то же самое Пасурье, то есть замечательные места красивейшие. Белое озеро, Светлое озеро, которое практически никому не известно. Чекалинские озера, то Чекалинское озеро, озеро Крячек, где белые люди. А вы реально думаете, что это будет интересно туристам из-за границы Ульяновской области? Что значит я думаю? Я просто их вожу. Это реально интересно. Это реально интересно. Я вам расскажу обыкновенный пример прошлого года. Но вот так вот я вел среди моей группы, у меня наборная группа была, группа людей. Я даже не знал, что они там из другого региона, но приехали, сели как обычно. Ну вот, выходя, то есть я случайно с ними же столкнулся в гору, по Гончарову ходить, ну вот, из-за спины. И вот оказывается, ну и случайно послушал разговор. И вот идут вот эти вот всем дам и их сопровождающие, которые организовал экскурсию по Ульяновской области. Так вот, они мне, и они, я слышу разговоры, условно, Люба, какого хрена ты нас водила три дня по этому Ленину, когда в Ульяновской области так интересно? Давай в следующий раз организуй так, чтобы мы ездили именно здесь. Ленин нам до смерти уже надоел. Отлично. Мы набрали какой-то список, он, кстати, ну, меня почти устраивает. Марина, хочу обратиться к вам как к эксперту около туристической сферы. Что, по-вашему, является ключевым фактором привлечения Турпотока в регионы, в такие, ну, города, как Ульяновск? Ведь от Турпотока самым непосредственным образом зависит ваш бизнес, ресторанный бизнес. Ну, я вот сейчас слушаю коллег, каждое мнение действительно очень важно, что их, и очень сильно меня так зацепили ответы, которые давали сами жители. Я, наверное, начну немножко с другого. На самом деле, очень важно, что мы, жители, сами не знаем. Мы не знаем до конца, как выглядит область, о которой говорят коллеги, да. Мы, обратите внимание, сказали в основном действительно про мем-центр. При этом, в отличие от коллеги, я бы, на самом деле, не была бы столько категорична, потому что этот ресурс есть, он достаточно серьезный, и когда я приезжаю в другие города, это мем-центр, это родина Ленина, про нее забывать не нужно. Я, конечно, не предлагаю носиться с кепками Ленина и говорить только об этом, в любом случае, нужен системный подход. И мы же понимаем, что каждому, кто к нам приезжает, нужно что-то свое, нужно просто понять, кто эти люди, которые сюда поедут. Потому что тот же самый археологический, там, ну, эко-туризм, как его называют, да, у вас же были такие вопросы, тоже убирать нельзя. я все детство свое провела далеко в области с археологами, и там были иностранцы, их было очень много, я сейчас не помню, как это было, мне лет 15 было, нам было, в принципе, интересно быть на природе на тот момент, да, но это были шикарные реконструкции, которые привозили, да, они очень много сидели, просто у костра и слушали о том, что, в принципе, здесь, в Ульяновской области есть. Это было просто незабываемо. Для меня, как для ребенка, представляете, как для них. я вот вас хочу немножко перебить, извиняюсь, дело в том, что если бы мы знали вот этих людей, которые к нам это бы все решило, мы бы к ним просто обратились, мы бы нашли способ их пригласить к нам, но беда-то в том, что нету таких способов узнать, кто эти люди, мы можем узнать только по факту. Почему я начала так издалека? Их, наверное, надо как-то привлекать. Те люди, которые находятся за пределами Ульяновска, ничем не отличаются от тех, которые живут здесь. Давайте начнем с этого. И с 2011 года я говорю о том, что изначально нужно спросить нас самих, что нам интересно, нужно нам самим показать, что у нас есть, для того, чтобы я тому человеку, ну, знаете, такой принцип шести рукопожатия, когда человек приезжает ко мне, и я ему могу что-то показать, и он приедет куда-то и расскажет об этом. Но начинать нужно с нас самих. Вы обратите внимание, как считается сама туристическая отрасль, ну, я про экономику, да, на данный момент считаются, считаются деньги, которые в ресторанах, считаются деньги, которые в отелях, считаются прилеты, улеты и тому подобное. Очень криво, но суть не в этом. Считаются те деньги, которые тратят наши жители в ресторанах, а мы же это понимаем с вами, да, считаются те деньги, которые приносятся теми гостями, их назовем так, которые приезжают в рамках майс-туризма, и вообще все мероприятия, которые так или иначе связаны с инвестиционными площадками, которые у нас на территории области есть они есть и не знает население наше что есть такие шикарные предприятия новые предприятия не только авиастар на территории области нужно работать с тем трафиком который есть сейчас его его понять и услышать то население которое здесь живет этот трафик он не то что нещадно мало но достаточно мало вот у меня есть статистика за 16 год объем туристических услуг в деньгах там я не знаю что конкретно складывали в эту корзиночку но это не суть есть на самом деле нужно понять что давайте про цифры они же все равно для всех одинаковые условия складывания в корзиночку для всех одинаковые значит нижегородская область семь с половиной миллиардов рублей башкортостан не знаю почему так у них все шикарно с какой темой туристический ура у них озера и извиняюсь я почему-то не свела это все моя географическая безграмотность а 4 4 3 миллиарда рублей татарстан 3 миллиарда рублей но я считаю что в шестнадцатом году это наверное там как как какое-нибудь мероприятие было может быть спартаки ада может быть да 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 вот они на этом еще играли самара 2 миллиарда рублей саратов неплохо 1 и 2 миллиарда рублей и вот ульяновская область вслед за ними идет мы не набрали мире миллиарда 9 900 миллионов рублей а перед нами еще какие-то города есть или эту урезанную это пфо я не брала все все остальные потому что нет ну а смысл нам сравнивать с сочи с москвой с петербургом однозначно там совершенно другие цифры это же подсчет инфраструктуры этого подсчет того бизнеса который работает но это все равно сравню это сравнительный анализ у них жители больше у них ресторанов больше давайте так ну там там наверняка такие цифры причем на самом деле не отражает турпоток ни в коем случае даже близко это отражает а развитируют население и досуга населения на территории региона складывают и гостиницы туда же хорошо да во первых активность региона она же складывается из того насколько активно проводит время так или иначе сам досуг населения плюс я не зря сказал про инвестиционные площадки вот те предприятия которые находятся на регионе на территории региона они генерят трафик этот трафик улетает прилетает кушает куда-то ходит посещает какие-то деловые мероприятия из этого тоже все складывается дальше пропорции в зависимости от активности региона и от того я сейчас очень примитивно скажу как обычный простой турист которого не интересует вот этот вот про промышленный какой-то потенциал то есть же самый казани или нижнего новгорода я туда еду за другим честное слово луки это один из моих вопросов может быть нам не хватает какого-то вот такого вот ну когда мы окей когда мы едем в икея я регулярно ездил самаров казань как правило мы приезжаем утром и уезжаем вечером ну и смысл такого туризма на фудкорте мы поели на самом деле про икею мы немножко с вами утрируем да в казани кремль в казани и старик тоже другая история да не надо путать вот это вот все смешивать вы поймите правильно есть вот есть отдыхающие а есть туристы вот если его вот я в свое время покатался по стране так сильно чтобы мама не говорю я вот неделю мог посетить 45 городов все что я мог сделать это если успевал заселиться в гостиницу утра выехал и дальше шлепал дальше я турист да и у меня только название городов в голове остались больше ничего не видел но другое дело что вы поймите правильно у нас вот что мне вот нравится да действительно инфраструктурные вещи они позволяют вытягивать но у нас вы говорите что нет понятия что есть турист я как человек самых низов которые ввожу группы я знаю кто наш турист я могу сказать мой туриста которые которому интересно область ульяновская это не обязательно ульяновец ко мне приезжали люди из германии из грозного откуда только нет не было только со всей страны из дальнего востока и прочее да чаще всего они сюда приезжают к своим бывшим родственникам либо случайных заносится но неважно это в любом случае это женщины как правило в возрасте от 35 и старше как правило с детьми но вот как правило эконом класса и не надо к этому брезгливо относиться что они там могут потом потратить день тысячи полторы но это не не так плохо на самом деле да это небольшие суммы но вы поймите правильно это очень благодарный публик который рассказывает про все эти вещи во всех соцсетях и прочее прочее получает удовольствие а потом уже по их наводкам приезжает уже следующие мне уже сейчас звонят из разных углов россии но вот причем это уже по по сути дела сарафан и это несмотря на то что у меня соцсети очень активны и тем не менее все равно идет сарафанное радио когда люди передают из рук в руки и еще вот по поводу я не буду трогать ленина пусть он здесь есть я не говорю что он не нужен но вообще вот лично ко мне лично ко мне обращаются люди по части того что вот например ну есть некоторые переговоры пусть будем так что можно ли нас разместить где-то там условно говоря бундерах я не буду там конкретные точки но вот программу на 10 дней этой экскурсии в именно по области именно по регионам ну сать может быть с одним заездом в город ульянов потому что по сути дело даже два дня здесь много вот это к вопрос того кто наш турист ни в одном городе не бывает я уверена не бывает такого что приезжали люди с определенным то только с одной определенной цели это неправильно каждого региона есть а история б и география там но вот этот собирательный образ и и дальше продвижение каждого из направлений или вот этого собирательного образа там бренда там какой-то региона да я сейчас не про колобка я сейчас про портовца в целом какими да кому то мы показали волк кому то мы показали там сенгилеевские города кто-то приехал целенаправленный давайте не забывать действительно про китая ему очень действительно интересен ленин им интересен мемориал Мемориале достаточно сильный руководитель сейчас, ей нужно просто дать время, ей сейчас выделили деньги, в любом случае сейчас пройдет ремонт, но вернемся опять к тому, что нам самим нужно, я бы с радостью проводила время в парке Дружб народов, давайте его приведем в порядок, и тогда оба объекта рядом, они бы дополняли друг друга, и возможно те, кто приезжает к вам, и туда бы зашли, потому что там в принципе достаточно большая территория, она действительно очень интересная. Я соглашусь, дорогие гости, вот я слушаю нашу беседу, у меня сложилось такое впечатление, что у нас нет проблем, не с достопримечательностями, нет проблем, да, все согласны, в принципе у нас нет проблем для нашего города, для количества нашего населения, инфраструктурно у нас тоже всего предостаточно, и ресторанов, и гостиниц, ну, нет дорог только, вероятно даже, Федерация, транспорт, да? Тогда вопрос, за что запиннали агентство по туризму? У нас главная проблема, это нет рекламы, нет рекламы в соседних регионах, нет рекламы на уровне страны, на уровне организации Визит Раша, в каждой стране есть такое там, Визит Турция, и все такое, они сами удивляются, почему регионы не предоставляют информацию о себе, поэтому о нас просто никто не знает, это все на уровне сарафанного радио держишь, но это недостаточно, это генерирует тот маленький трафик, который сейчас есть, а глобального вот это, как например Тверь работает, вы знаете какой Тверь? Как работает Тверь? Так у нее реклама везде, у нее и по Московской области везде, то есть она эти все буклеты предоставляет, вы приедете в Москву, и вы можете узнать о Тверье уже в Москве, ну понятно все равно, но я говорю, что наши соседи должны знать о том, что у нас есть хотя бы даже самарцы, мы прекрасно знаем, что у Самары есть скрипинские кучуры, мы туда ездим, и это там на границе же, там где-то, ну это все, территориальные Альпы, да, вот, и должна быть информация представлена, в том же Татарской области должна быть представлена информация, что вот в 200 километрах езды от Казани есть то-то, то-то и то-то, и здесь, собственно говоря, это не вопрос три часа доехать туда. Коллеги, в разное время в регионе был разный подход к тому, как мы будем развивать туризм, какое-то время назад мы говорили об очень дорогих и шикарных проектах, помните, это было там лет, наверное, 6-7 назад, ну вот в 11-м году я начала работать, Лаковский был на тот момент, они были очень дорогостоящие, они скорее были таким, ну, шикарным, футуристическим, да, 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 и это был один подход, у агентства по туризму, вот, которое работало, собственно, но сейчас работает, да, был совершенно другой подход, мне, ну, о чем уже сейчас? Я понимаю, какой подход у агентства по туризму был, я лично не понимаю. Ну, я думаю, что система нужна, нужна система, в которой соберется весь тот образ, который мы сейчас обсуждаем, ведь каждый из вас сказал о чем-то, ну, о чем-то своем, да, вот про Сингилейские горы я хотела бы еще, на самом деле, послушать. Есть проблемы с... Это у меня на сладкое. Я поняла, да, на самом деле, нет, проблем так не бывает, ну, не бывает, да, мы говорим про шикарные... Так я вот это и хочу услышать. Так я не зря сказала про жителей, вы спросите их, на самом деле, походите подольше по улицам, они вам расскажут, почему они едут в Архангельскую Слободу, а не в Ленинск-Курорт, а почему мы пиарим у Ленинск-Курорта, не Архангельскую Слободу, я утрируюсь сейчас. Почему мы, мы просто не на то делаем акценты, возможно, или не делаем акценты совсем. Мы это кто? Мы это жители сами, мы жители сами. То есть это теория шестерок и пожатий, мы путешествуем, мы рассказываем. Я всерьез верю именно в это, потому что, проводя неделю в Москве на больших форумах, я рассказываю про Ульяновс гораздо больше, чем вещается из агенции. Просто очень аккуратно, вы обратите внимание, я очень аккуратно обхожу и комментирую, потому что эта тема, она очень широкая, и я хочу сказать, что достаточно сложно все это сделать, и как бы каждый, кто пытался, ну что-то, наверное, хорошее привнес, да? Но системы нет. Системы нет, и нет посыл от нас самих. Я считаю, что нужно начать раз. У нас есть новый гениальный объект, я считаю. У нас просто появился новый бренд, Национальный парк, да? Нет, это про сладкое. Мне вот по поводу сладкого, давайте-ка я вот еще... 20 секунд, и мы смотрим сюжет. Ну вот, я вам скажу по поводу агентства по туризму, почему лично я его жутко не люблю, потому что там не было ни одного профессионала, там не было ни одного человека, который посетил Ульяновскую область, который даже в Долине Пионов был, ни одного. Это была толпа мелких чиновников, которым давали резолюцию сверху пиарить, а что они могли пиарить? Ленина. Все. Поэтому это была команда жутких непрофессионалов. Возможно, возможно, я с вами... И поэтому это все рассыпалось. Они им давали огромные деньги, они их впухивали, черти знает куда. Возможно, я с вами соглашусь. Но чисто по-человечески я считаю немножко некрасиво обсуждать то... Давайте я вам скажу так. Вот я за последние три года, за три года, а мне скоро будет всего лишь три года, как я навожу экскурсии, создал более 60 маршрутов по Ульяновской области. По ним регулярно езжу и вожу людей. Кроме того, я выпустил за свой личный счет. Никакое агентство мне ни копейки не дало. Несколько книг. Вот, например, один из путеводителей, который уже разошелся, уже док-тирас расходится по всей стране. Мне его пересылают и прочие. Просит еще издавать. Опять заканчивается. То есть, очень интересно, я предыдущие. Я просто говорю и много чего другого. Я не говорю про соцсети, когда ко мне обращаются тысячи людей, я иногда просто засыпаюсь за компом. Конечно, ни копейки не дали. Но зато мы потратили огромные деньги на полеты в Китай. Я уж не говорю про другие инфраструктурные проекты. Но вот агентство курифа. Вот я извиняюсь, мы сейчас подпинываем то, что уже почила. Да при чем тут почила? Ситуация заключается в том, что надо просто сделать другую структуру. Если эта структура мертвая, ее надо, грубо говоря, очистить и сделать заново. Но невозможно на дохлой кобыле вывозить туризм дальше. На самом деле, Сергей Иванович, наш губернатор, уже на встрече с объединениями предпринимателей сказал достаточно правильно. Он предложил по компетенциям разделить вот эту деятельность. И тем, кто умеет считать какому-то из министерств, отдать подсчеты и цифры. Корпорация развития Ульяновской области отдать поддержку больших инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о том, что строится какой-то большой, нужный, например, региону отель. Его же нужно сопровождать, это все правильно нужно сделать. А все остальное, развитие событийный туризм, вот эти все проекты, которые мы обсуждаем, он предложил обсуждать с объединениями теми или иными, пока ничего абсолютно дальше не сформулировано. Потому что, но посыл правильный. Он говорит о том, что нужно не просто чиновнику это отдать, чтобы он самостоятельно решал, как это будет, а работать с теми, кто на земле. Да это бог. Ну, на самом деле, это же хорошо уже, это уже о хорошем, понимаете? Тогда есть подход. Брейк, никакое сожаление у нас будет, хорошо. Как хозяин студии, я включаюсь уже. Первая экотропа длиною в 6 километров получит название по следам сурка. И начнется она здесь, у Мыльникова-Родника. Далее пройдет по памятнику природы Тушнинские каменистые степи. Закончится она здесь же. Таким образом получится большой замкнутый экологический круг. Людям мы хотим показать нашим гостям, приезжим, местным жителям, как живут наши сурки, чем они занимаются, понаблюдать за ними. Ну и в первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы людям было приятно находиться в нашем нацпарке, посещать нашу природу. Степной сурок или сурок-байбак – один из основных обитателей этих местностей. Причем это не просто зверек. Как отмечают научные специалисты, этот грызун – ландшафтообразующие животные. Занимаясь норной деятельностью, он преобразовывает почву и формирует вокруг себя другой ареал животных и растений. Так, по соседству с ним живут разные виды полевок – обыкновенный слепышонок, суслик, лиса, филин и оран-белохвост. В полях и у подножий гор растут редкие виды растения – адонис, копечник, крупноцветковый. В основном представители флоры и фауны сенгелеевские гор занесены в Красную книгу Ульяновской области и России. В скором времени здесь появятся специальные смотровые площадки, где с помощью бинокля можно будет наблюдать за жизнью не только степных сурков, но и солнечных орлов – еще одного природного символа Ульяновской области. Тесно познакомиться с местными обитателями также помогут кемпинг, лавочки, информационные щиты, всевозможные малоархитектурные формы и интерактивная нора сурков. Все это в ближайшее время станет неотъемлемой частью первой по счету экологической тропы национального парка. Он грустный, он плохо подготовленный, он с таким банальным ворком. На решивейшей бумаге. Да, да. Мне даже показалось, что он просто на обычной мелодовой бумаге распечатанной. Нет, это не макета, это распечатанный буклет. Я просто хочу спросить, вы это делаете за свой счет? Почему так? Потому что такие вещи можно отдавать кому-то на аутсорсинг, они могли бы быть красивыми, и стоит это недорого. Дизайнер буклет стоит полторы тысячи рублей, пятьсот рублей иногда. Мы сами коммерсанты оплачиваем. Кто это у вас делал? На первочальном этапе это делается, конечно, самостоятельно. И все эти буклеты, и на отдыхе, и на логе, и при встрече. Мы вчера тоже встречались с коллегами. Но это пока наши, собственно, ручно изготовленные, разработанные. Вот в этом нужна помощь. Вот в этом нужна помощь. Нужно поддерживать те... Почему я сказала про Ульянский курорт, почему я туда не еду. Пусть коллеги, наверное, конечно, обидятся, но там бы уже подобновить много что. Если нужны на это деньги, на таким проектам, то тоже нужно об этом говорить. Я думаю, что он недостаточно для этого денег. Я как пример привела, да, может быть, он не очень удачный, но тем не менее. Я должна увидеть буклет, мне захотеться должна туда приехать. Вот я сейчас увидела видео, мне интересно, я туда поеду. Поддержка нужна. Вот может быть, вот как раз немножко и этого тоже не хватает. Мы вот просто закончили дискуссию. А тут еще другой вопрос. Вопрос в доступности. Я это увидела, я туда поеду, оказалось не так-то все и просто. Я узнала о том, что планируется закрыть свободный доступ. А точнее уже он закрыт. Это разве на популяризацию как-то влияет положительным образом? Ну это не совсем как бы, ну отчасти правильно, но мне кажется, не в полной мере. Не совсем отчасти правильно. Не в полной мере. Ну это не точно. Правильное выражение. Но начнем с того, что в принципе национальный парк первоначально как бы направлен на экологическую защиту данной местности. Явно не на туристическое направление. Это одно из ответвлений, то есть одно из направлений национального парка, да, есть такое. Это в первую очередь идет экологическое просвещение населения, как грамотно себя вести на природе. По книжкам. Ненавредительным. Почему по книжкам? Не обязательно по книжкам. Но изначально как бы и со школы надо начинать. Но к этому вернемся, к детям. Я к тому, что обограничение – это посещение. Я могу вообще туда попасть? Конечно. Теперь. Я там была в предыдущий год. Вот то место, которое показали, конечно, без проблем. Которое вам понравилось. Но есть места, которые попали в заповедную зону. Это есть. И на данном этапе мы столкнулись с проблемой в связи с тем, что при подготовке документов зонирования, а это делала как бы московская экоэкспертиза, в связи с тем, что высокая концентрация памятников природы в одном месте, но есть конкретно про гранное ухо говорить. Да, вот конкретно про гранное ухо. Еще два сосняка, гранное ухо. Все они официально являются памятниками природы. По положениям на сосняках запрет на вход. Эти положения издавались еще в 90-х годах. По ним нельзя туда заходить было изначально. На гранном ухе очень ограничено посещение в виде только организованных экскурсий по конкретным, то есть по положению, которое было в 90-х годах. То есть одна с пикником я туда, даже если я как культурный человек не жгу костер, не делаю шашлык, я не могу попасть? На данном этапе вы вообще туда не можете попасть. Это нормально? Конечно, штрафуют. Но дайте я договорю. И мы столкнулись с тем, что определенные места, определенная конкретная Арбугинская гора и гранное ухо, которые пользуются огромной популярностью, и они известны, они раскручены, такие места среди местных населений, они попали под запрет. Это вызвало определенное столкновение гостей, местных жителей и непосредственно структуру национального парка. Мы работаем над этим вопросом. На данном этапе, да, туда нельзя зайти ни под каким предлогом, только в проведении научной деятельности с научным сотрудником. Им только можно. То есть местным жителям и туристам туда вход закрыт. Но мы все понимаем... Давайте о том, что можно тогда, хоть что-то должно быть позитивное. Муху поясню, чтобы потом вопросов не было. На данном этапе мы подготавливаем запрос в Министерство экологии с пояснением, с обоснованием, с изменением зонирования, для того, чтобы они нам открыли эти места для посещения. Переводим их в заповедную зону в особо охраняемую, где доступ разрешен. То есть как бы статус меняется. Да, да, да. Надеюсь... Но это небольшой был недочет, в связи с тем, что делали люди, это не местные. Они делали это по документам, и то есть они же не знали то, что... Ну, наверное, они тоже не на Марсе это делали. Ну, да, согласен. Вот. Но в связи с тем, что мы... Иногда кажется, что это было так. Мы это исправим. То есть я надеюсь, ну, к следующему сезону мы постараемся, но не обещают. Но в этом сезоне, да, доступ закрыт, и это... С этим нужно смириться. Что я могу в этом сезоне? В этом сезоне вы можете собирать грибы, ягоды. Отлично. Я разрешаю. Где? А в особо охраняемой зоне нет. Нужно взять разрешение. Оно бесплатное для всех. Где мне взять разрешение? На улице Гагарина. Вот. У нас есть здесь, ну, как бы, основная... Ну, это сидят... Это у нас там директор сидит, заместитель. То есть можно здесь, здесь в городе Ульяновске. Туристский центр работает? Я вот прям... Нет, туристский центр к нам отношения не имеет. Я знаю, что к вам не имеет отношения. Ну, он работает. Ничего не могу сказать. Вроде бы к нам нет отношения. Во время области столицы точно работают. И можно взять непосредственно в Сенгелеи. Но это разрешение, оно дается на календарный год. То есть один раз в сезон его взять, и можно спокойно в течение лета посещать национальный парк. Оно стоит каких-то денег? Нет, оно бесплатно. Ну, и та информация, которая зашлась по сети, там какие-то 50 рублей. Ну, во-первых, это уже удобнее, если один раз в год. Появился информация про 50 рублей, я просто объясню. Ну, вот я тоже по стране как бы катался. В принципе, это стандартная такция в любом национальном парке на вход на территорию национального парка. Ну, вот, например, я был в Куршской косе, то есть в Калининграде. То есть в данном случае мы даже теряем. Это, нет, мы не теряем, мы еще его не создали как таковую структуру. Я сниму, Дмитрий, поправлю. То есть это входная плата на рекреационно обустроенный участок. Да, да. Это не входная плата за разошлась. Поэтому это разошлось по сети, что это именно так и федеральные установленные цены, которые присутствуют в любом национальном парке. И это как бы проблема, многие национальном парке, потому что не могут его поднять. Потому что закон он закреплен. Но это идет речь не об этом разрешении на сезон. Это один день за 50 рублей. То есть если мы ездим в Самарскую Луку, и мы хотим посетить там, да, тот же там Молодецкий Курган, либо там Верблюд, мы платим 50 рублей за день. Не пугают 50 рублей. Не пугают, если бы за что. Пугают, что я туда приеду, а мне скажут, извините, вам нельзя. Нет, вам ничего не скажут, что вас оштрафуют. Ну, это еще страшнее, чем из-за нас. Что это помогает вам в этом сейчас? В плане чего именно? Ну, вот я так понимаю, вам нужно поменять статус. Я так понимаю, у вас там немалое количество проблем. Это министерство делает. Мы делаем непосредственно запросы именно сразу в Москву, в Министерство экологии, то есть нашим прямым руководителям, которым мы совместно с ЭК-экспертизой, то есть агентом СКМО, поможем, чтобы этот вопрос... Ну, вы подчиняетесь Ульяновскому министерству? Да нет, зачем? У нас в Министерстве экологии РФ. РФ. Да. То есть ульяновские структуры, правительство никоим образом помогает? Они коллеги наши, но ни в коем случае не начальник. Не, помогает, но я надеюсь, что будут помогать. Но на данном этапе мы пока своими силами все это осуществляем. Вы изучали опыт других людей по переводу заповедной зоны в особо охраняемую? То есть это вообще реально? По-моему, это очень сложно. Это сложно, но возможно. Приезжали коллеги, вот буквально вчера у нас Дмитрий Васильевич организовал встречу в Сенгилее. Были представители Самарской Луки и представители были Чувашев Тварманы национального парка. Хвалыцк к ним приехал, не знаю почему, но тоже хотели. Вот, у них конкретного прям перевода вот таких зон не было, но они выносили изменения. Говорит, очень, ну, долго, нудно, но возможно. Сколько у них это заняло? Напугайте нас. Нет, я не буду вас пугать, поэтому... Лучше я промолчу, да. Да, лучше я промолчу. Так это не следующий сезон. Нет, следующий сезон. Нет, следующий сезон я не обещаю, мы не потерялись весь город, не переживайте. Ребята, на самом деле, может, на его так выклинюсь. Мы уже идем к совершению к выгоду. Позитивную. Я к позитивному скажу, но в некотором смысле то, что Сенгилеевские горы будут закрыты на пару лет, условно, пусть, есть плюс. Дело в том, что, ну, скажем так, есть и другие вот места, незаслуженно закрыты, ни с чем не хуже виды. Ну, например, это места, меловые горы около Корсунского района, около Беловодья. Да, они подальше, но зато такие же замечательные виды, но уже на суру. Возможно, в тот регион тоже народ подтянется. Или, например, вот граница с Ульяновской и Самарской области, село Подвале. Там фантастические меловые горы, ничем не хуже Сенгилеевских. И народ-то я тоже рекомендую туда поехать, потому что там действительно очень хорошо. Ну, и тропы, и тропы я туда тоже провожу, чтобы люди было интересно. Вы знаете, я что хочу сказать? Я вот не знаю, что можно туда съездить. Я вот так позитивно закончила, как я шла, понимаете? Экологическое просвещение населения. То есть многие, я даже, конечно, не буду тут цифры вдаваться, но я думаю, добрый половина Альянсов не знает, что в пределах 70-80 километров Сенгилеев такие виды. Ну, реально, не знаю. То есть у меня приезжали, будучи еще студентом, приезжали гости-одногруппники, и они с такими глазами просто там так вот приезжают. Да вы не рассказывайте им бы, точнее не так. Если вы хотите рассказать про экологию, вы расскажите это аккуратненько в тот момент, когда идет какая-то экскурсия. Человек нужно туда привлечь, а, тем, что там красиво, а тем, что там он может, возможно, что-то перекусить, а он, простите, наверное, захочет что-то поесть. Но перекусить там нечего. Да, тем вот, как он проведет там время и с какими эмоциями. Турист едет за эмоциями, разными эмоциями, да. Просто для каждого они свои. Кто-то едет за историей, потому что они истории ему эти эмоции приносят, кому-то нужны развлечения и банальное, огромное мероприятие каких-нибудь там, я не знаю, шоу воздушных шаров, проводящее в регионе раз в год, может приводить сюда там 500 человек или там 1000, или там, ну, я утрирую, да. То есть у каждого эти эмоции свои. Поэтому самое главное, чтобы мы эти эмоции вызвали сами у себя. Это я вот к позитивному окончанию и к самой главной цели. Чтобы каждый человек, который в Ульяновске есть, говорил, я люблю этот Ульяновск, да, я люблю тот город, в котором живу. Они не то, что вот нам с экрана говорят наши жители, да. Вот это, наверное, самое главное. И тогда мы по своим интересам каждый приведем в регион тех, кто разделяет наши интересы и наши эмоции. У вас они свои, у меня они свои. В ту локацию, которая там, ну, как бы, насколько бы она далеко не была. Разрешите. Это должно еще со школ закладываться. Я считаю, что если взрослых людей уже не исправить, они так и будут считать, что мемориал Ленина – это единственная достопримечательность, а у школьников, это можно показать, что есть такие-таки-таки места. Слушай, мне кажется, у меня еще не все потеряно. Покажите мне это. Дорогие мои друзья, у нас очень долгий и интересный разговор. Я бы разговаривала долго, но давайте попробуем на этом завершить. Нужно некий итог подвести. Мне все-таки, кажется, мы пришли к тому, что нам нужна большая, хорошая идея, мечта, которую будем пиарить просто. У нас слаженное все-таки направление движения и более такая команда, которая информационно друг с другом взаимодействует. Я считаю, что каждому нужно пройти по городу, нужно пройти по области, посмотреть, хорошо ли идти по этой дороге, хорошо ли проводить время в этом парке, а хорошо ли мне туда, куда я приеду, поднимусь на эту красивую гору, посмотрю на эту шикарную реку, где-нибудь поем, но я все про еду, простите. Да? Ну да. А мы просто даже не каждому, а тот, кто этим занимается. А у меня вот есть вот такая... Ну как минимум, да, знаете, как дорогие друзья. Спасибо всем большое за то, что вы нас смотрели. Спасибо всем большое за разговор. Дорогие гости. Дорогие гости, просто время. Мы уважаем еще зрителя, которые нас смотрят, смотрят нас бесконечно. Мы сейчас продолжим. Которые нас ждут, а возможно, а мы сейчас продолжим нашу беседу. Спасибо большое. Разговор очень интересный. И мне так кажется, что он должен... Дорогие гости. Спасибо. Продолжение следует...